Всем привет дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гедон и мы продолжаем проходить страшненький Dead Space 3. Итак, после того как в последней части мы прошли дополнительную миссию со 163 отрядом жнецов страшных и ужасных, теперь мы продолжаем проходить основную миссию, где нам нужно собирать розету. Ну понятно, к чему ты клонишь, конечно. Конечно. Ага, сначала нужно открыть вентиль, ну и безусловно, для того чтобы нам открыть вентиль, нам нужно пройтись через целую кучу вот этих мин, которые на стенах, на которые я случайно нарвался, совершенно ее не ожидал, совершенно. И станок у нас, кстати, не работает, видимо заработает, когда мы, как ты мразь, когда мы уже, наконец, включим этот вентиль. Ох, какие мины мерзкие, посмотрите. Они могут быть где угодно и на потолке, и в... Ух ты, в нас чуть может... Чуть нас не выплюнуло, кошмар. Хотя, может быть, можно было кинезисом как-то брать и предметы кидать в них, ну, чтобы не тратить патроны. Так, а теперь нам нужно сваливать. Сваливать отсюда поскорее. Ху. Все, пока нас там не отравило этим газом. О, какой приятный звук, а? Какой чудесный звук. Слушайте, я не удивлюсь, если встречу какого-нибудь монстра здесь здоровенного, которого придется травить этим газом. Тяжелая элитная станина, электромагнитный ускоритель, стазисная оболочка и еще, еще несколько полезных вещей. Посмотрите, сколько мы всего нашли. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько мы всего нашли. Прекрасно. Что мы можем, конечно, сделать из нового оружия? Так, силовой резак. Классика. Заряженная плазма, пропущенная через поверхности дефрактор. Ну, мы это делали. Мы это уже делали. Ну, его нафиг. Так, пистолет. Миллионир. Интересный этот миллионир. Надо будет его, конечно, посмотреть. Ну, я посмотрю. О, у нас новый рецепт. Прерыватель называется. Порвет насмерть. Гальванизатор и криогенный факел, усиленный двумя стазисными насадками. Ничего себе. Интересно, интересно, конечно. Давайте я попробую... Ну, не попробую, конечно. Мы скрафтим. Прерыватель. Собрать это оружие. Да, собрать это оружие. И поместим вместо первого нашего оружия. Посмотрим, как, насколько оно хорошо. Как оно вообще работает. И, кстати, где наши боты? Мы их забрали или нет? Ой, какая классная штука. Вы посмотрите. Ну-ка. О. Стреляет очередями. Удобно, в принципе, ноги отстреливать. По пять патронов, похоже, за выстрел. О, а подствольный... Это... Заморозка. Обалденно. Замораживаем и отстреливаем. Да, неплохое оружие. Давайте его улучшим. Посмотрим, какие там улучшения есть. Пневматическая горелка. Это хорошо. Насадка-усилитель стазиса у нас есть. Насадка-2 стазисная оболочка. Так, неплохие у нас вещи. Но у нас не модифицированы цепи. Но у него настолько мощная станина. Смотрите, что у нас все цепи для него открыты. Вот это круто. Вот это действительно круто. Так, урон плюс темп стрельбы ставим. Безусловно, ставим урон плюс перезарядка. Урон плюс обойма. И что еще? Перезарядка-урон. Ох, мы сейчас загрейдим эту штуку по полной, я чувствую. Так, увеличим обойму вместе с перезарядкой. Что еще? У нас очень много вариаторов на перезарядку. Давайте поставим самые дешевые. Самые, так сказать, простенькие. У нас есть обойма минус перезарядка. Обойма темп стрельбы. Давайте поставим темп стрельбы. И, наверное, еще одну обойму. Прекрасно. Прекрасно. Загрейдили мы по полной. Как раз модификаторы все потратили, которые нашли. Ну, не все, большинство там. Чуть-чуть осталось у нас. Но я надеюсь, что я не прогадал с этим оружием. Вроде неплохое. Вроде неплохое. Итак, боты наши. Давайте их выпустим. И следующего где-нибудь в другой комнате я выпущу. А пока что отправимся. Так, куда нам нужно отправляться? Да, нам нужно отправляться прямо туда. Тут у нас все закрыто. И нас там впереди ждут, ждут, ждут монстры. Мне не нравится, что этот капитан гадкий. Как будто знает, где мы находимся. Или он просто говорит громко говорить. И нас тут ждут веселые ребята. Давайте начнем их отстреливать потихонечку. Тихо, тихо, тихо. Как бы они нам в спину сюда не зашли. Только давайте их всех позаморозим. Вот, вот так, вот. Вот так. А теперь пилой, 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 пилой. Резать, резать, резать. Ах ты мразь, а. Накинулся на нас. Да что же это? Что за уроды? Как же я их ненавижу, а. Давай, давай, Айзик. Руби этих тварей. Давай, вот так. Вот так. И еще одного уродца. Зажарим. На тебе. На тебе. На тебе. И тебя мы всех вас сейчас зарежем. Да. Все? Да, наконец-то. Фу, сколько мы всего пособирали. Давайте, вылечимся. А, нет, не все. Посмотрите, а. Еще этот гад остался один. Еще один. Да что ж такое? Они бесконечные какие-то. Фух. Похоже, они из той комнаты лезли и перелезают сюда через вентиляцию. Фу. И все время на надписи встречаем. Выключи, выключи, выключи. Да, все-таки лучше этого дробовика ничего нету. Надо будет разблокировать вальфрамчик. За вальфрамчик, вернее, нужно будет разблокировать к нему дополнение. Инопланетный артефакт? Ух ты. Найден артефакт, давайте посмотрим. Что это? Личный дневник. Алекс Обручев. В первую очередь я ученый, и это главное. Наш долг быть на переднем краю науки, чего бы это ни стоило. Следовательно, я несу ответственность за решение произвести контролируемое оттаивание неповрежденного образца. И я уверен, что хоть рядовой Фриман не прослыл в лагере эдаким шутником Балагуром, спешу напомнить своим коллегам, что именно он добровольно вызвался работать с образцом, в то время как мы стояли за защитным ограждением в аппаратной. Да, когда древние останки, освобожденные от ледового панциря, подали признаки жизни, для всех нас это стало полнейшей неожиданностью. Но больше всех был удивлен несчастный Фриман, когда из размороженного трупа вдруг вырвался какой-то непонятный отросток и пробил его грудную клетку. Это могло бы быть бесславной кончиной рядового Фримана, но я нисколько не сомневаюсь, он был бы горд принести свою жизнь на алтарь науки, совершивший в тот день настоящий прорыв. Ну, я бы не хотел. Кстати, смотрите, куда спрятали. Ха-ха, думали, я не найду. Я бы, конечно, не хотел принести свою жизнь, не пойми ради чего. Не могли как будто каким-нибудь роботом разморозить его. Было бы все совершенно в порядке. Так, нам нужно взять вот эту частичку, кусочек этот вот, отрезочек. Интересно, если я его швырну, он разобьется? Ну, я надеюсь, что нет. Ну, в общем, я не буду швырять. Это нам совсем, совсем ни к чему, эти проверочки. Надеюсь, что никто сейчас не вылезет. Да, к сожалению, есть только один способ этого узнать. Вы посмотрите, это же толбанные бурдюки. Давайте их резать. Я очень надеюсь, что эти бурдюки не взрываются. Отпили мы ноги всем, уродам. Кто-то по нам стреляет. Я это не могу понять. Кто-то по нам отстреливает. Да что же это такое-то, а? О, боже, это что за монстр? Мы такого никогда не встречали. Фух. Фух. Никто по нам больше не стреляет? По-моему, кто-то стрелял. Фу, ё-моё. Что это за монстр был? Что за нас? На нас кто напрыгнул, я вообще не понимаю. Но лучше бы мне поостеречься. Во бурдюков вырвалось-то сколько, ёлки-палки. Я вообще не ожидал, конечно, такое нападение внезапное. Кто на нас ещё дальше нападёт? Вот в чём вопрос. Теперь ещё эти солдаты. Ну, постараюсь, конечно, не дать им себя увидеть. Что, неужели мне придётся в стелс играть, глупый? О-оу. Ха-ха. Они меня как раз, именно, именно это они и сделали. Меня увидели. Фух. Сейчас здесь спрячемся, пересидим. Куда же я исчез? Да, действительно. Всё, они ушли. Фу. Вон он летает со своим прожектором поганым. Светит сюда. Ну, где его пятно-то света? Я почему-то не вижу. Ладно, давайте пробежим. Он, похоже, наверх пошёл патрулировать. Нижнюю часть сейчас забросил. Мы пройдём, куда бы то ни было, я не знаю. Не хочу тут особенно разгуливать. Хочется выполнить миссию и пройти. Потому что я даже не знаю, куда мне идти нужно. Мне вообще назад нужно. Куда я иду? Интересно, куда я приду? Эм, я выбежал к началу. Да, супер. Так. Эм, хорошо бы его не встретить, конечно. Пока я бегу наверх. Очень хорошо бы его не встретить. Чтобы он здесь не патрулировал. Да, вон он наверх пошёл. Надеюсь, мы сможем где-нибудь спрятаться здесь за скалой. Или, в общем, как-нибудь пройти. Пройти как-нибудь мимо. О, пробежали. Так, нам не туда. Или туда. Почему здесь дверь закрыта? Туда. А, открыто, открыто. Скорей, скорее, скорее, скорее. Прекрасно. Небольшой стелс пройден. Так, надо сразу эти трупы все уничтожить. Ну, прекрасно. Как будто они знали, что мы уже ушли отсюда. Ну, так нечестно. Это как скалы, которые начинают отламываться, когда я начинаю лезть в гору. Ну, честно. О, обалдеть. Ну, давайте его перестрелим. О, бот же у нас не отпущен. Ёлки-палки. Давай, собирай для нас ресурсы. Совсем забываю про ботов. И куда он делся? Ну, что это такое, а? Я только хотел подружиться, а он исчез. Ага. Так вот, кто это был. Это новый монстр, которого мы можем убить. Очень просто. Как же я вовремя, я только сейчас понял. Как же я вовремя собрал пушку, у которой есть тазисный модуль. Я стреляю в этого быстрого засранца, и посмотрите, что происходит. Посмотрите, что происходит. Происходит просто чудо. Ха-ха, они даже не подошли ко мне. Обалденно. Какие они слабые. И это нам дико, дико на руку. Мы воспользовались их единственным уязвимым местом. И точно вовремя, как я действительно вовремя собрал эту мощнейшую пушку. Видели, как быстро она их отстреливает? Вот это круто. Вот это то, что я хотел. Так. Здесь опять должны вылезать кучи монстров, потому что этот проход... Подождите, мы назад вернулись? Да, похоже, мы вернулись назад. Давайте посмотрим, сможем мы улучшить ИКС. Может быть, у нас и получится. Вернее, не получится, а хватит ресурсов. Нет, не хватит. Посмотрите, сколько нужно полупроводников. Очень, очень, очень много. Так. Откроем наши ящички. В которых лежат полезные вещички. И отправимся дальше. Интересно, мы все собрали? Да, мы, по-моему, два только недостающих куска нам не хватало. А-а-а, бонус-миссия. Да? Нельзя в нее пройти? Подождите, можно. А почему мне указывается пригласить друга? А-а-а, вот она, коп. Копчик. Уже третья миссия копа, кстати, встречается. Так, опять нам нужно играть в сплинтерселл, да? В хитман? Кого еще? Или просто пособираем полезные вещички? Полупроводнички как раз то, что нам нужно. А это что? М-м-м, пилорез, какая классная вещь. Слушайте, пилорез. Так, нам нужно туда, туда мы и отправимся. Слышите эти звуки? Нас ждут. Ох, нас ждут. Ну что это такое? Ну что это опять? Ну что это за детские игры в самом деле? Опять эти собаки, проклятые? Ну? Псины. Я же с вами быстро справлялся. Давайте, 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 уроды. Ну как ольет-то, а? О! Кто-то без башки остался. Ха-ха. Забавные, забавные псины, конечно. Ну, давайте, еще, еще лезьте на меня. Лезьте на меня, уроды. Ну что это за тир? Я не знаю. Я как будто вернулся в старые игрушки на Денди, где мне нужно было пистолетиком уток убивать, летающих. Или этих злобных комбоев. Все, еще один без башки остался. Все, свободен. Похоже, да, свободен. Музычка прекратилась. Так что и этого мы тоже одолели. Да, еще один тип простых монстров, если, конечно, не давать им подойти к себе, безусловно. Так, а тут у нас что? Угу, закрыто. Понятно. О, артефактик. Артефакт юнитолога. Давайте почитаем. Эм, так, вот она. Артефакт юнитолога номер пять. Озарение дня, Якоб Даник. Мое терпение тает, как и наши ряды. Мысль о том, что своим безрассудным поведением один человек может угрожать существованию всех, вызывает праведный гнев. Если Азик Кларк преуспеет, нас ждет упадок и вырождение. Все, что оставит после себя человечество, прах и забвение. И только план обелиска дарит нам будущее. Только искоренев зло и ужасы, которые сеют люди, мы притем озарение. Гармонию и мир. Оставьте сомнения, рано или поздно, но Азик смирится. Сила истины способна переломить даже самых упорных. Ну, да, может быть и способна, но не по отношению к Азику это сказано. С ним этот трюк не пройдет. Внимаемся наверх, затем, чтобы, видимо, взять ключик, который нам нужен для того, чтобы попасть вниз. Ой, это что это? А, на С можно приседать. Нет, на Х вернее. Так, тут у нас закрыто, а тут у нас... Это что еще? Они в мороженое? Ууу, они в мороженое. Вот они где доставляли... доставали, вернее, эти экземпляры. Ох, ё, откуда? Ах, вы сволочи. Вот как вы, значит, выступаете. В спину мне заходите, да, твари? Че у вас не получится? Моя спина всегда будет прикрыта надежной стеной. Я ведь так и знаю. Сейчас где-нибудь сверху вот забежит. С уступа спрыгнет. На тебе, мразь. Харю в твою. Заряжаемся. Свободен. Куда? Куда этот-то убегает? А, мы, наверное, в дверь входим, а они тут же линяют отсюда. Ну, а вот тот вот, который с большими конечностями, но он-то от нас не должен прятаться, по идее. Да, вот этот. Слушайте, ну, как же они быстро разлетаются? Это потому, что я вот этому пулемету урон увеличил? Да нельзя. И все, он тут же гибнет. Практически моментально гибнет. Да, как же модули шикарно усиливают оружие. Что и говорить. Да, какая у нас пушка шикарная. Какая шикарная пушка. Единственное, что она, конечно, стреляет очередями. Хотя, в принципе, в принципе, это довольно-таки даже на руку. Ну, то есть, не слишком много патронов тратится. Зато очереди точно идут в цель, там, в ногу, в голову, в общем. Куда мы и хотим их направить. О, достали. Еще один преобразователь. Ну, преобразователи это такие специфические штукенции. Не всегда они используются. Издалека, кстати, подхожу. Вижу, что дверь как будто закрыта. Схожу поближе. Открыто. Идем дальше. Ну, я выбрал. Я бы поспорил с тобой тогда, сейчас, в середине, в конце. Где угодно я бы поспорил. Давайте опять бота запустим. Пусть нам опять ищут ресурсы. А мы пойдем дальше. Смотрите, сколько здесь глыб. И главное, что они не размораживаются. Вот что интересно. Глыбы-то не размораживаются. Ну, правильно, здесь хладрыга стоит. Еще какая. Кстати, что-то не сказали нам, какая температура на планете. Мне бы это интересно было узнать. Ладно, раз уж у нас станочек совсем рядом, я пойду скрафчу этот вал. Коленный, блин. Как я его все время хочу назвать. Вольфрамовый вал. Скрафчу и зайдем мы в ту комнатку. Сейчас, где у нас тут создать предметы. Вольфрамовый торсионный вал. Собрали мы один. Пойдемте. Пойдемте откроем дверцу. Посмотрим, что нам там дадут. Ну, должны что-то дать просто полезное. А ключ отсека утилизации, вот мы его и нашли. Торсионный вал. Дверь открыта. Так, это подождите. Отсек утилизации это дополнительная миссия получается. Вот что. Жаркая смерть. О, мы нашли рецепт. Неплохо, я вам скажу. Мы нашли еще одну какую-то станину. Интересно. Компактная станина EarthGov. Gov, gov, gov. Которую мы тоже как-то можем использовать. Но, честно, эти станины мне как-то не очень. По душе не очень я их использую. А вот жаркая смерть, это интересно. Честно сказать, это интересно. Так, мы можем отправляться в отсек геологии. И... Оу. Давайте последний кусочек розетты здесь найдем. Конечно, когда мы проберемся каким-то чудом через вот это. я вам скажу. Так, мы можем двигать... Ааа, я понял. Можем двигать. Проходить. Так. И... Теперь сюда. Так, отлично. Так, прошли, хорошо. Теперь надо достать ее и вытащить. М-м-м, прекрасно. А монстры не хотят нас атаковать здесь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, хорошо, отстрелили. А что с башкой стало? Слушайте, она сгорела, по-моему, еще в полете. Это забавно. Я так испугался, на меня башка прыгнула, а она сгорела. Ладно, хорошо, давайте... Брать наш кусочек розетты. Главное, его не спалить. Давайте я его зашвырну подальше. Вот и все. Все в порядке. Будем выбираться отсюда. Так. Так. Удобный камушек. Без этого камушка никуда. Вообще, как они сами-то тут перемещались? Если у них не было этого шикарного камушка. Или он у них был всегда. Я чувствую, сейчас повылезают-то уроды из своих нор. Или нет? Или последний кусочек для нас был, так сказать, подарком таким. Свободно мы его получили. Да стой же ты, вылетел оттуда. Вот, все. Поехали. Отлично. Мы, похоже, достали последний кусочек. Теперь мы можем... А... Ой-ой-ой. Куда это ты бежишь? Куда это ты тоже бежишь? Головы-то у тебя нет. Куда ты собрался бежать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, конечно. Я только что твоим парням бошки отстрелил. Вот действительно, почему бы ему не заткнуться? Это было бы совсем неплохо. Так, вытрясим из него еще что-нибудь и... Давайте бота зарядим. Надо нам будет еще одну дополнительную миссию. Ну, что-то у нас этих дополнительной миссий зачастили, я честно вам говорю. Игру что-то затягивает прям... Насильно. Давайте проапгрейдим наш дробовик. Я хочу... Открыть цепь. И поставить пилорезу. А у нас нет модификации на урон. Так что... Так что пилорез немножко подождет. Подождет немножечко. Так, хорошо. У нас есть бот, которого нужно выпустить. Сделаю я это в следующей зоне. Мы отправимся делать дополнительную миссию. Так, я выпущу ботика пока что. Пока на нас не напала туча армейцев. Она нападет. Это я вам гарантирую. После того, конечно, мы ящик возьмем. Так. Ну где вы, уроды? О, артефакт! Давайте почитаем. Артефакт КССК, по-моему. Алексей Обручев. Извлеченный на поверхность ледяной керн представляет большой интерес. Керн, кстати, это вот этот столб льда, который достают. Ко всему общему удивлению, структура льда не содержит ожидаемых слоев, характерных для формирования постепенных отложений за миллионы лет. Опять же, хочу сделать ремарку. Керн, это когда высверливают трубой очень-очень-очень-очень глубоко, потом достают вот эту тонкую, ну, тонкую или довольно толстую трубу именно льда. Вот она, лед такой трубой получается. И смотрят, ну, как сказать, на срезе, в общем, какие отложения, в общем, что находится. Потому что лед замерзал постепенно. И если что-то происходило, то это, конечно, вмертло. И смотрят по времени, как бы, когда это произошло. Более того, она свидетельствует о единственном периоде поднятия коры планеты, за которым последовала неожиданная и стремительная смена климатических условий. Как бы дико это ни звучало, но все говорит в пользу того, что планета пережила ледниковый период за один день. Ну, как такое возможно? С каждым нашим новым открытием появляется лишь больше вопросов. К счастью, благодаря результатам экспериментов по отслеживанию сигналов доктора Сирана нам удалось сформировать вектор поиска, который ведет вглубь льдов. Я уверен, что именно там, под толще льда, нас ждут ответы на все вопросы. Ну, надеюсь, вы их нашли, и мы узнаем действительно, что произошло. Да, действительно, Айзику это очень-очень многое напоминает. Ну что же, мы отправляемся на дополнительную миссию. Обязательно ее нужно пройти и посмотреть, что же там. Действительно, очень долгая игра, очень долгая и интересная. Ну что же, дорогие друзья, на этом я закончу прохождение моей 20-й части по Dead Space 3. И, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо, с вами был Гидон, и до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok